Итак, сегодня я подниму очень важную тему про рабство денег. Потому что, знаете как, многие люди думают, что деньги это путь к свободе. И это действительно так кажется, в самом начале именно так и кажется. Что деньги, вот мне, как только я заработаю нужное количество денег, у меня будет всё хорошо, я себе обеспечу свои свободы и так далее, и так далее. Так как я всё это проходил уже, да, как бы я проходил, то я вам уже с той стороны, вот когда ты уже заработал эти деньги, да, я вам хочу рассказать, что там дальше происходит. Ну, чтобы вы как бы не додумывали, да, не умозрительно просто думали, что там будет. А вот послушали историю человека, который уже проходил как бы этот этап. И поверьте, это не только моя история, это история в той или иной степени всех людей, которые решили, что деньги это в первую очередь элемент свободы, да, и что в первую очередь мне нужно заработать деньги. И только когда я заработаю деньги, я по-настоящему стану свободным человеком. Здесь как бы в чём весь прикол. Весь прикол в том, что сами по себе деньги классная вещь. То есть сами по себе деньги, ну, прикольно. То есть это не плохо, не хорошо, не добро, не зло. Вот, но очень часто, так как люди деньги ставят на очень важное место в своей жизни, да, и связывают с деньгами, там, своё счастье, свою самореализацию и так далее, они начинают потихонечку ради вот этих денег себя где-то потихонечку, по чуть-чуть придавать. Понимаете, вот это главная проблема, что ты начинаешь ради денег придавать свои подлинные интересы, подлинное намерение и подлинную свою свободу. То есть по идее-то деньги, они сами по себе не проблема, когда они продолжают твоё намерение, продолжают твои свободы. Они тебя не сковывают. Иначе, говорят, деньги не должны тебя сковывать. Они не должны создать в жизни, в твоей жизни такую ситуацию, где тебе надо что-то делать ради денег. Понимаешь? То есть пока ты не делаешь что-то, что ты должен делать, что тебе надо делать ради денег, с деньгами всё в порядке. Но как только ты начинаешь делать что-то ради денег, потому что надо, всё, это ты мгновенно уходишь из свободы, потому что появление должествования, появление надо, должен, обязан, это признак того, что в этом месте ты не свободен. Если ты начинаешь оправдывать это деньгами, то есть вот то, что ты делаешь там надо, должен, обязан, оправдываешь потом, ну я же потом заработаю, у меня будут потом вот эти деньги, и потом я себе там позволю быть свободным, всё, ты начинаешь входить в спираль деградации и в спирали рабства. То есть если ты начинаешь предавать свободу здесь и сейчас ради денег, которые ты заработаешь потом, всё, ты попал. И вы знаете, проблема многих бизнесов и многих способов заработка заключается как раз в том, что там без этого не получится. То есть как только вы начинаете туда входить, и вы начинаете сталкиваться, что появляются какие-то должествования. И иначе говоря, если вы сразу, начиная проект какой-то, да, начиная что-то делать, и где вы будете зарабатывать деньги, сразу не думайте, как вы будете оттуда уходить, как вы будете от этого освобождаться, если там появится какая-то рутина, надо, должен, обязан, то вы попадаете в ловушку мгновенно. То есть если вы, например, там провозглашаете, всё, я хочу стать предпринимателем, я иду в бизнес там и начинаю там делать что-то, какой-то творческий продукт. По ходу этого вы будете всё время сталкиваться вот с этими тестами, как бы тестами на вшивость, тестами на вашу систему ценностей, где там стоит свобода. То есть только вы придадите где-то свободу, только вы согласитесь на какой-то надо, должен, обязан, всё. С этого момента вы входите здесь в спираль деградации ваших свобод. То есть здесь начинаются как бы повторяющиеся бесконечные ошибки. То есть вы совершаете одну исходную ошибку, вы где-то идёте на компромисс и соглашаетесь на надо, должен, обязан. Тот результат, который там получится, он будет как бы получен через надо, должен, обязан. Понимаете? То есть он уже будет получен через несвободу какую-то. Поэтому вы как бы начинаете, получая этот результат, дальше вестись на это, дальше, дальше, дальше. Это начинает как бы как клубок наматываться. То есть вы здесь должны, там чуть-чуть надо, здесь чуть-чуть надо и всё. Это начинает накапливаться. И в конечном итоге это заканчивается тем, что вы уже входите в такую деятельность, где эти должествования, они вас полностью поработили и захватили. И вы вроде имеете результаты, и деньги вы имеете как бы, но вы понимаете, что вам нужно всё время совершать усилия над собой, чтобы этим заниматься. Понимаете? Вот это ловушка, это как бы ловушка, в которую попадает большинство людей. То есть они где-то идут на компромисс один раз, и потом этот компромисс, он начинает порождать другие компромиссы, третий, четвёртый, и всё это запутывается. И в конечном итоге вы себя обнаруживаете, что вроде вы всё построили как вы хотели, и деньги есть, да, и вроде и бизнес есть. Только счастья и свободы в этом нет. Понимаете? Потому что всё исходно было построено на каком-то компромиссе. Так вот, сегодняшняя моя трансляция как раз об этом, о том, что этот компромисс, его не нужно вообще даже совершать. То есть вы его должны сразу распознать, распознать исходно, где вы пытаетесь что-то делать, что надо делать, и не идти туда. То есть в этом-то и заключается вот эта целостность, исцеление, осознанность, да, как бы, что ваша свобода, когда вы свободно движетесь по жизни, вы просто не входите вот в эти ловушки. Понимаете? То есть любой компромисс – это ловушка. Один компромисс порождает второй компромисс, третий, четвёртый, пятый, и поехала. И понеслась. И через какое-то время вы полностью деградируете. В этих компромиссах вы деградируете, и обнаруживаете себя в совершенно паршивом, ужасном состоянии. Что вы делаете то, что вам не хочется делать, вы порабощены, скованы, у вас куча должествований, куча привычных каких-то действий. И всё это абсолютно, ну, чем дальше в лес, тем больше дров, как говорится, да, вас не радует. И если вы так делаете в своей жизни, вы уже можете посмотреть на свою жизнь и увидеть, что вы, скорее всего, так уже где-то делаете. Кто себя узнал в этом? Напишите плюсик. Кто себя уже узнал? Что он попал уже в этот вот узел компромиссов. То есть он уже как бы намотал такой комок, здесь там прогнулся, здесь там должен, здесь обязан. Кто себя узнаёт? Даже у меня сейчас, у меня вот эта история тоже в бизнесе, я уже всё поотпускал. Понимаете, всё поотпускал. Но всё равно, пока система построена исходно с какой-то ошибкой, понимаете, вот исходно вы допускаете где-то этот компромисс, если вы строите бизнес, и там где-то этот компромисс есть, то есть вас, вот как у меня сейчас, у меня мой бизнес, он мне уже не интересен. Он мне уже не интересен. А почему я за него держусь? Я себя всё время спрашиваю, вот почему я за него продолжаю держаться. Есть несколько вещей, которые меня удерживают. Первое – это деньги. Ну я вам честно говорю, там как бы идут большие деньги. И это просто, это очень сложно взять. Вот знаете, вы привыкаете, например, вы создаёте какую-то систему бизнеса, и вы привыкаете много зарабатывать. А потом вы вдруг обнаруживаете, что вам этот бизнес больше не интересен. То есть вы чувствуете, что у вас искреннего творческого процесса, на этот бизнес больше нету, он вас не прёт больше, он вам не интересен. И что здесь делать? С одной стороны, как бы бабки, которые всё время идут, и ты уже как бы привыкаешь к этому уровню финансовой свободы. А с другой стороны, он тебе всё меньше по душе, меньше, меньше, меньше. И в какой-то момент тебе придётся совершить выбор, как мне сейчас приходится совершать этот выбор. Либо бабки, либо жизнь свободная по душе. То есть этот выбор, он рано или поздно происходит окончательно. И если человек один раз уже совершил такой выбор, он, например, зарабатывает большие деньги, но ради того, чтобы быть свободным, жить свою жизнь, он принимает решение, всё, я это отпускаю. Эти деньги не стоят того, с чем я сталкиваюсь периодически. А я до сих пор даже, как бы у меня это происходит, что я периодически сталкиваюсь с какими-то компромиссами. То есть, знаете как, мне поступает какая-то задача из бизнеса, я на неё смотрю в моменте и распознаю, у меня нет никакого искреннего желания её делать. Абсолютно. То есть полное отсутствие отклика на это. И если я в этот момент, несмотря на отсутствие отклика, продолжаю её делать, я иду против себя, как бы против своей души. И это сопровождается страданием всегда. То есть это как бы портит мою жизнь. То есть я чувствую, что я в этом начинаю страдать. Я как бы раздваиваюсь, понимаете, это не целостность. То есть я в моменте не хочу, очевидно, я осознаю, я не хочу это больше делать. Я устал от этого. Вот какое-то время мне это было нормально, а сейчас я устал. И вот очень интересный процесс происходит. Ты отходишь от этого бизнеса, отпускаешь, отпускаешь. Вот это тебе не нравится, это, это, это. В конце концов, ты приходишь к такой точке, вообще ничего не нравится. Вот уже ничего не нравится. Даже эта мелочь, она такая тяжёлая, как бы. Это надо себя ломать опять, понимаете? Поэтому в этот самый момент встаёт выбор. Либо ты всё-таки отпускаешь это окончательно, либо продолжаешь себя ломать и страдать. Так что вот так вот. А когда ты уже один раз это прошёл и понял, окончательно понял, что деньги того, никакие деньги не стоят, никакие морковки того не стоят, чтобы себя ломать, ничего не стоит свободы жизни по душе здесь и сейчас, ничего не стоит как бы твоей целостности. Твоя целостность, она не имеет цены вообще. И твоя целостность, это как бы источник счастья и радости в твоей жизни. Когда ты не целостный, сам себя дуришь, идёшь на какие-то компромиссы, ты начинаешь страдать. Вот как у меня происходит там периодически. То есть это причина раздвоенности, причина страдания. Пока вы на это идёте в своей жизни, вы будете страдать. Сколько бы денег не было, сколько бы чего бы не было вокруг, это всё как бы не помогает быть счастливым, понимаете? Счастье – это жить по душе, целостно, честно. Вот я сейчас это пройду, я сейчас это закончу, как бы, да, этот цикл. Выходя из него, что уже понятно, очевидно, что я уже даже если что-то и буду делать дальше, то я ни в коем случае не пойду уже исходно на этот компромисс. Я вам передаю как бы вот это понимание, это знание, и не начинайте, не начинайте. Вот чувствуйте, чувствуйте, где есть, знаете, как вот что-то приходит такое вот к вам, а внутри отклика нету. Вот не хочется совершенно это делать. И вот если вы себя чем-то уговариваете сделать это, это и есть этот самый компромисс, это и есть эта нецелостность, это и есть то, как мы потихонечку, по чуть-чуть, шаг за шагом напутываем комок проблем в своей жизни, комок этих компромиссов, и в результате попадаем в полную жопу. Понимаете? Какой выход из жопы? Осознать это, понять, и потихонечку начинать от этих компромиссов отказываться. То есть просто понять, что все уже, я не могу больше в этом. Либо я живу, как я хочу здесь и сейчас, как мне откликается, как мне интересно, и я делаю то, что как бы делается, естественно, делается в потоке интересов, в потоке живого отклика в моменте. И пока, например, это есть, я занимаюсь каким-то проектом, пока меня прет, пока мне интересно, занимаюсь. Но если я начинаю чувствовать в каком-то месте, что все, мне надо как-то раздваиваться и притворяться с самим собой, то есть мне что-то не нравится, а я должен это делать. Все. В этот момент я уже дальше, то есть выйдя, например, из старого проекта, пойдя во что-то новое, там уже это невозможно будет. Понимаете? Просто эта раздвоенность невозможна. То есть если что-то и делаю, то только целостно, только честно. Вот откликается мне в моменте «хорошо, делаю». Не откликается, то есть только я сталкиваюсь с чем-то, что какое-то вызывает, знаете, сомнение такое, сомнение делать это или не делать. То есть само то, что возникает сомнение, это уже говорит о том, что есть какая-то раздвоенность. Сомнение — это всегда два варианта. Понимаете? То есть два варианта. А на самом деле вариант всегда один. У каждого из вас и у меня всегда один вариант в моменте. То, куда естественно идет ток энергии. То, куда интерес идет, куда отклик идет. И заранее никогда не понятно, куда идет он именно. Понимаете, вот удивительная вещь. Заранее не поймешь. В моменте прямо осознаешь это. Что прикольно, что не прикольно. Что хочу, что не хочу. Что интересно, что неинтересно. Поэтому если вы это ставите на первое место, то есть свою целостность, свою честность, свое достоинство и целостность, отсутствие компромиссов на первое место, все остальное просто это продолжает, тогда вы живете как свободный человек. Но стоит повестись на какой-то компромисс, все, один раз повелись, из него, то есть это возникает проблема, как бы, да, из нее потом родится еще несколько проблем, из каждой из этих проблем еще несколько проблем и пошел фрактал проблем. Этот фрактал проблем, вы знаете как, у вас как у духовного существа есть такая способность до какого-то момента отворачиваться, отворачиваться и делать вид, что ну типа этого нету, то есть, а ну и что, что я там наступил где-то на себя и ладно, как бы, да. И вот вы наступаете, наступаете, отворачиваетесь, отворачиваетесь, а там копится, там копится вот этот ворох проблем, как бы, он копится, копится, копится и он начинает вас зажимать, он начинает на вас наваливаться, понимаете, то есть этот ворох проблем, он рано или поздно, он вас так зажимает, что вы уже находитесь в таком состоянии, ну невозможно так больше. И вот эта способность накапливать у всех людей разная. У меня сейчас дошло до того, что я вообще, у меня только чуть-чуть появляется, я все, у меня уже вот так вот, понимаете? А все идет дело к тому, что полное исцеление как бы, то есть полностью, даже накопление невозможно как бы. То есть вы сразу распознаете это, это не целостность какая-то. Я себя не буду обманывать сейчас. То есть заканчивается такой ситуацией, все, самообман невозможен больше. И вот когда вы больше сами себя дурить не можете, все, вот с этого момента вы фактически находитесь в состоянии полной свободы. Да, так это у всех такая история. То есть большинство людей себя дурят по полной программе. Постоянно вот это ведутся на этот ворох, надо, должен, обязан. Понимаете? Выход один, прекратить это делать. Пока каждый из нас не прекратит это делать, легкости, состояние, вот что такое это, детская легкость, да, состояние какой-то свободы внутренней, да, то есть состояние счастья, целостности и ощущения как бы сонастроенности с жизнью. Это что такое? Это как раз и есть, это вот когда вы просто проживаете свою жизнь и самообмана нет больше. То есть что бы к вам не приходило, если оно не вызывает отклик в моменте, оно не поддерживается просто, оно отсекается сразу. Понимаете? Поэтому вы не накапливаете эти компромиссы, не накапливаете эти камни. Постепенно, ну естественно, идет некоторое время процесс освобождения от старых, вот этих надо, должен, обязан камней. Потихонечку разгружаетесь и возвращаетесь опять в свое целостное состояние. И в этот момент, с этой точки, вы уже, когда движетесь по жизни, вы уже просто распознаете мгновенно эти какие-то нецелостные вещи и просто туда не идете больше. Понимаете? Вот что такое исцеление. То есть вы как бы возвращаетесь сами в себя, осознаете, что вы целостны, вы едины, нет двух вариантов. То есть возможные действия только честные. То есть нечестное действие для него больше нет места, нет возможностей. Потому что вы уже прекрасно знаете на основании прошлого опыта, к чему это приводит. То есть только вы поведетесь где-то на эту нецелостность, вы уже знаете, к чему это приведет. Это путь в страдания, иначе говоря. Поэтому фактически не заходя в это страдание, в это измерение как бы раздвоенности, нечестности, вы как бы, да, вы получается не заходя туда избегаете этого всего и живете счастливо, целостно. Разобраться, на самом деле разобраться очень просто. Вот понять надо, что я больше не способен терпеть то, что мне не откликается. Я больше не способен делать вид, что надо, должен, обязан, это нормально. Я просто признаюсь в себе, что для меня это больше неприемлемый вариант. И когда вы это признали для себя, как бы поняли, оценили глубоко, то само это, оно начнет менять вашу жизнь. Вы начнете распознавать. То есть изменение в чем? Вы начинаете понимать, что в вашей жизни, по сути, происходит. Вот как Пелевин говорил, что проблема не выйти из жопы, а понять, что ты в жопе. А понять в жопе это что? Это понять, а в чем ты находишься, по сути. А ты находишься в постоянных вот этих терпелках, компромиссах. То есть ты как бы все время терпишь, находишься в компромиссе. Надо, должен, обязан для тебя приемлемо. Понимаете? Вот это и означает, что вот эта жопа вся, как бы, она приемлема. Поэтому ты в ней находишься. А с того момента, когда она перестает быть приемлема, то есть ты распознаешь, а, так это же жопа. Это и есть та самая жопа, это и есть то страдание, в котором я нахожусь. То, что я все время соглашаюсь с этими надо, должен, обязан. Понимаете? То есть я все время соглашаюсь с тем, что есть я подлинный, а есть ложное я. Понимаете? И это нормально, что есть внутри то, что я, по сути, чувствую. То, что мне не хочется, например, да. А вовне есть вещи, которые, как бы, ну нормально, типа, надо их делать и все. Понимаете? То есть вот это, пока вы соглашаетесь на эту нецелостность, а раздвоенность, что чувствую я одно, а делаю другое, ну и будете вы разделены, как бы, находиться в состоянии разделенности. И в конфликте, то есть вы фактически в конфликте с собой. Понимаете? То есть ваш уровень души находится в конфликте с уровнем ума, с уровнем тела, да. То есть эти инерции, привычки, эти какие-то привычные убеждения о том, что это нормально, они оказывают на вас постоянно такое воздействие, как бы подчиняющее, да, подчиняющее ваш подлинный уровень. Рано или поздно вы можете прийти в такую точку, когда вы поймете, это страдание, это и есть корень страдания. То, что вы нецелостны и ведетесь на это. В какой-то момент в вас просыпается бунтарь, и он начинает крушить, фактически крушить все эти должествования. Но не то, чтобы он как-то борется с ними, он просто сталкивается с ними, распознает их, осознает, с чем он имеет дело, и говорит этому «нет». Понимаете? То есть отказывается от… Он не борется, он просто отказывается это поддерживать. Понимаете? То есть он отказывается это поддерживать. Он отказывается голосовать за это. Голосовать за то, что его лишают свободы. Поэтому первая стадия до выхода к свободе – это бунтарь. То есть вы становитесь... Как рабу постепенно освободиться, он должен взбунтоваться. Понимаете? То есть раб должен где-то начать чувствовать, что рабство – это ненормально абсолютно. То есть быть рабом, жить как все, делать то, что ты должен делать, как надо – это как бы добровольное рабство. Но весь прикол, как бы вся удивительная вещь заключается в том, что ты сам на это согласился. Вот этими компромиссами тебе предлагали, а ты слушай, давай ты сделаешь не то, что тебе интересно, не то, что ты хочешь, а то, что надо сделать. И если ты это сделаешь, мы тебе дадим конфетку. Мы тебе что-то там дадим потом, или ты кем-то станешь, что-то потом будет. Ты один раз согласился, протупил, и все, и пошло-поехало. Второй раз, третий, четвертый. А потом уже как ком, понимаете, как снежный ком пошел. И сейчас вы находитесь в том, чем вы находитесь. Что вы думаете, это просто так взялось вот как бы из ниоткуда? Это вы сами согласились. И вот оно катилось, катилось, катилось. А теперь многие из вас могут чувствовать жопу в своей жизни. Ой, так все сложилось уже, уже везде там должна, везде надо. А что мне делать? Вот что мне делать? Я уже все так построил, и на этих надо должен, обязан. Что мне делать? Да понять тебе надо, что этот вот ком, он накрутился как бы. Он накрутился. И все зависит от тебя. Ты хочешь его дальше, вот как сизиф. Ты хочешь этот камень, как сизиф, дальше тащи. И чем выше в гору ты его тащишь, тем тяжелее тебя. Или ты готов этот камень потихонечку начать отпустить, он просто сам начнет катиться вниз. Понимаете? То есть если вы не поддерживаете своими этими усилиями над собой делать то, что вам не интересно, то, что вы не хотите, если вы это больше не поддерживаете, то он сам начинает скатываться. То есть все начинает как бы опять раскатываться, как бы идти в разрушение. То есть все это ложное, да? Все это ложное, которое было построено на надо, должен, обязан, на том, что вас кто-то ино определил, иначе говоря, заставил вас с чем-то согласиться, то, что вам было не по душе. Когда вы осознаете этот момент, что это все вам больше не подходит, и начинаете отпускать это, оно само начинает раскручиваться. Оно само начинает рушиться все. Эти все люди, которые привыкли, вас как-то надо, должен, обязан там заставлять что-то делать, вы с ними перестаете соглашаться, и они потихонечку отпадают от вас. Ну, они пробуют, видят, больше не работает. Естественно, они там могут на вас обижаться, что-то там будет происходить, но просто они видят, что больше с вами нельзя взаимодействовать на уровне вот этих компромиссов, должествований, манипуляций и так далее. Вы просто осознали, что все, это вам не подходит больше. Поэтому вы как бы потихонечку с этим всем начинаете расставаться, это начинает рассоздаваться в вашей жизни. И когда вы уже что-то новое делаете, вы уже это делаете только целостно. То есть поняв это глубоко, начав себя все лучше чувствовать, свое это хочу, интересно, важно, вы начинаете как бы перестраиваться в новую жизнь. Но вы поймите, что проблема получения чего-то нового, это всегда проблема отпускания чего-то старого. Невозможно, зацепившись за старое и продолжая вот эту, скажем так, искаженную нецелостную игру, взять и как бы второй частью попы сесть на целостную игру. Понимаете, так не работает. То есть сначала идет процесс отпускания старого, вы поняли, все, вы теперь это перестаете поддерживать. Потом идет такой процесс, ну как бы перестройки, и потом вы уже потихонечку начинаете выстраивать новое честно, целостно. Оно как бы само начинает выстраиваться, не то, что вы начинаете его выстраивать. А вы просто не можете теперь делать надо, должен, обязан. Ну не можете. Больше вы не можете делать надо, должен, обязан. Как вы будете делать? Хочу, интересно, важно и все. Понимаете? Это как выдох. Надо сначала выдохнуть, и только когда вы выдохнете, там будет какая-то задержка, пауза. И потом наступает вдох. А у вас получается как бы так, как вы все это не можете выдохнуть, да, вот это прошлое свое никак не можете отпустить, выдохнуть. Вы его чуть-чуть где-то отпустили, но не до конца. То вы никак не можете полностью выдохнуть, поэтому и вдоха нет нового. Понимаете? То есть и вдохнуть вы полной грудью новое не можете. Потому что держитесь упорно за старое. За это надо, должен, обязан и так далее. Поэтому вот это очень важный момент. И деньги, деньги это одна из самых сложных вещей. Это якорь такой. Вот вас за этот якорь как бы вас прибивают буквально. Но это на самом деле вы сами прибиваете себя. Вы очень цените деньги. Очень цените. И отпустить деньги, кажется, это вообще невыживательно. Ну, пипец, что я буду делать? То есть сложнее всего отпустить деньги, но только отпустив деньги. То есть это означает, что все, я как бы больше не могу зарабатывать деньги в том, как надо, должен, обязан. Ну, не могу. Могу только зарабатывать как интересно, как хочу, как важно и все. Вот этот компромисс, что нужны деньги, и я опять скатываюсь вот в это надо, должен, обязан, он больше невозможен. Вот в какой-то момент вы поймете это. Что вы просто поймете, что все эти деньги, заработанные через надо, должен, обязан, они вас там фиксируют. То есть они и есть тот самый цемент, который вас бетонирует в этой области надо, должен, обязан. Это то, что вас удерживает в этих должествованиях, деньги. Поэтому пока вы не отпустите деньги, достигаемые через надо, должен, обязан, вы не можете просто открыться к деньгам, которые к вам приходят, естественно, в потоке предназначения, в потоке интересно, хочу и важно. Не можете. То есть невозможно отпустить, как бы не отпустив это, получить это невозможно. И вот этот вот переходный период, там, где вы это отпустили, сказали этому, до свидания, все, я так больше не могу, и начинаете перестраиваться уже на важно, интересно, хочу. Вот многими людьми почему-то этот момент воспринимается как смерть. То есть это какой-то пипец, смерть там, ну, страх неизвестности, иначе говоря. Страх неизвестности. Но только через это, пройдя через это, можно освободиться. Понимаете? То есть пока деньги являются для вас поводом оставаться в том, как надо, должен, обязан, все, это как бы продажа, ну, это люди гибнут за металл, понимаете? То есть это типичная история, люди гибнут за металл, продажа души за деньги. Не надо этим заниматься. Поймите, чем раньше поймете, тем больше проживете по душе просто. Понимаете? Тем больше вам раскроется подлинного. Вот деньги, которые зарабатываются, вот как все их зарабатывают, большая часть, через то, что они идут на компромиссы, там, ну, а как иначе, там, начинаются эти самооправдания какие-то. Это рабские деньги. Вот, и рабские деньги, они, к счастью, не ведут. Сколько бы вы их не заработали, и вот поймите, чем больше, чем больше человек зарабатывает деньги в этом надо, должен, обязан, тем сложнее ему это отпустить. То есть человек, который, например, построил бизнес через надо, должен, обязан, через усилие над собой, и не дай бог преуспел в этом, и эта машина, она теперь работает, приносит бабло, кормит его, а он уже привык к этим деньгам, понимаете, привык к этому уровню потребления, и вот он себя давит, 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 катит этот сизифов камень, да. Это очень тяжелая ситуация, поймите. Чем раньше вы это поймете, тем просто более целостно вы сможете создавать какие-то проекты, и вовремя видеть эти какие-то тенденции, то есть если в проекте начинаются тенденции на должен, обязан, это, в принципе, сигнал для того, чтобы закрывать его, отпускать его. Это как вспышка, то есть ваш проект это творческая вспышка, вот пока вас прет, прикольно, занимайтесь, вспышка закончилась, все, отпускаете, потом возникает новая вспышка, это как дыхание, понимаете, вдохнули, выдохнули, вдохнули, выдохнули, полностью, полностью дышите, да что ж такое, сейчас, момент. Понимаете, мы приходим дышать полностью, то есть что-то вовлекся в какую-то игру, поиграл, полностью вышел из нее, вовлекся, вышел, вовлекся, вышел. Это естественное дыхание жизни, а мы как хотим, вовлекся в какую-то игру, да, уже идет выдох, а мы все цепляемся за этот вдох, понимаете, цепляемся за этот вдох. Там какие-то возникли результаты, мы цепляемся за эти результаты, и получается так, вот смотрите, вот так. Вот так получается, понимаете, то есть нету этого естественного ритма, а вот это вот вдохнул, что-то там получилось, и начинаешь цепляться за это, пока уже задыхаться не начнешь, понимаете. Вот что происходит. Так нужно понять, что естественный ритм развития творческого вдохнул, полностью выдохнул, отпустил, отошел от этого, все эти результаты оставил там, все, в ноль. Выдох идет в ноль всегда, полный. Потом новый вдох как бы, потом опять через какое-то время вы чувствуете, все, энергия заканчивается на этот проект, все это не прет, неинтересно, выдыхайте. И отпускайте все вместе с деньгами. Если что-то осталось там, вот вы выходите, остались какие-то деньги, окей, пусть они будут. Пусть они будут с вами, но если вы честно уже не можете развивать этот проект, как бы он вас не прет, его надо отпускать. То же самое и везде. Пришли на какую-то работу, устроились, какое-то время прет, прикольно работаете, работаете, все прикольно, а потом начинает выдох происходить. Все затухает, как бы появляется рутина какая-то, надо, должен, обязан, все превращается в неинтересный процесс, все, это пошел выдох. Нужно в этот момент осознать это, увольняться. В ноль. Увольняться в ноль. Увольняетесь в ноль, потом начинаете вдыхать куда-то дальше. Вот если вы сотрудничаете с этим дыханием жизни, то вы будете свободным, счастливым человеком. Но если вы где-то застреваете, вот в этом, все, это все. Это началось несчастье, страдание, цепляние, как бы, и там никакого счастья не будет. Потому что вы нарушаете естественность дыхания жизни, вы становитесь ненатуральными, вы пытаетесь влазить в управление дыханием. Понимаете? То есть это контроль дыхания. Дыхание не надо контролировать. Оно само происходит в жизни, естественно. То есть это как вот ваше дыхание телесное происходит естественно, так и в жизни происходят творческие вот эти вот вдох-выдох, вдох-выдох. То есть был какой-то, какая-то вспышка, интерес, он реализуется какое-то время, потом прекращается, уходит. Потом опять и опять уходит. И это нормально, это естественно. А вам все говорят наоборот. Только вдыхай, как бы. Вот ты что-то построил, всеми способами удерживай это. Ты должен, вот как бы, если ты идешь в какой-то проект, ты должен на всю жизнь там быть. То есть вот если ты создаешь какой-то бизнес, тебе надо на всю жизнь там так далее. То есть... И вот всю жизнь держать этот вдох, как бы. Понимаете? Все это заблуждение, глупости, все это невежество. Из-за этого невежества, которое распространено массово, мы жестоко все страдаем. То, что верим в эти глупости, которые нам социум навязывает, что типа контролировать дыхание это нормально. что все время вдыхать как бы держаться за этот вдох до последнего это нормально это не нормально вот как когда вы начнете проваливаться в свое естественное дыхание вы увидите как а заранее увидите ничего понимаете вы хотите умозрительно заранее увидеть как там что будет ничего у вас не получится вам нужно как бы сонастроиться со своей целостностью со своим искренним да или нет и жить целостно когда вы сонастроились вы начнете видеть как через эту целостность что-то начинает реализовываться и получаться пока вы застреваете где-то это компромисс то есть любое застревание это компромисс то есть вас уже не прет а вы продолжаете этим заниматься это застревание часто фиксируется через деньги через ну надо же деньги зарабатывать где-то вы поймите что когда вы начинаете сотрудничать сами собой со своим искренним хочу интересно важно вы начинаете сотрудничать с собой как с душой с собой как с божественностью с собой как с источником творчества то и только через это все раскрывается подлинный успех только через это раскрывается как неизвестно у вас свой уникальный путь он не похож ни на какой другой путь вам бесполезно смотреть на других людей как у них это происходит категорически запрещено копировать кого-то смысла нет понимаете влезать в чужие шкуры потому что через это вы придете обязательно к страданию это вот просто пытаться моделировать идти чужим путем вас есть от бога свой путь понимаете он раскрывается изнутри как дорога которая вот под ногами раскрывается вы ваш ум не знает заранее как эта дорога раскрывается никакие визуализации не помогут понимаете это происходит спонтанно от момента от момента вы обнаруживаете к чему тянетесь что да что нет есть на что живой отклик или нету на что живого отклика если вы этот этот процесс спонтанный творческий процесс заменяйте схемами то есть вы принимаете какую-то чужую модель и говорите ну типа мне это подходит влазите в эту чужую шкуру и начинаете делать как кто-то вы неизбежно будете наступать на свои подлинные интересно важно хочу вы будете неизбежно наступать то есть этот базовый уровень уровень целостности честности искреннего намерения от души он должен всегда быть номер один все остальное добавляется к нему просто как инструменты которые его продолжают если любая технология любая модель где-то начинает входить в конфликт с этим уровнем то вы должны отказаться от этой модели от этой технологии то есть если что-то вам вдруг превращается в надо должен обязан не интересно это тот самый момент когда возникает конфликт с внутренним духовным уровнем и это должно быть мгновенно распознанное отсечено то есть вам не подходит этот инструмент иначе говоря понимать у большинства людей как они плохо себя чувствуют за так запутались так вот влезли в эти надо должен обязан вот просто плохо себя чувствует вот это вот да нет в моменте она уже как бы деградировала в этих надо должен обязан понимаете поэтому они считают что выбрать какую-то механику чужую до чужой путь это нормально исследовать в этом состоянии туда это нормально но они через это все время приходят к поражению 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 до тех пор пока не пойму что себя найди сначала что ты по сторонам смотришь там нету никаких путей для тебя нету никаких готовых путей вокруг для тебя даже если какая-то технология правильная существует она всего лишь является инструментом который тебе помогает раскопать самого себя понимаешь вот как какая-то духовная практика некий инструмент сонастроенность собой но духовная практика она тебе ничего не дает она все начинает у тебя забирать все ложное рушить только ты начинаешь впрягаться в какую-то духовную практику она увеличивает твою чувствительность осознанность понимание твое вот подлинных вещей и фактически ты начинаешь рассматривать все эти надо должен обязан все эти и на определенные вещи все эти мысли все это запрограммировать ты начинаешь обнаруживать как внешне навязанные тебе вещи и ты начинаешь их естественно как только ты увидел что это внешне навязанное ты начинаешь это из своей жизни удалять идет процесс пробуждения духа и очищение внутреннего пространства от всего вот этого дерьма которое там накопилось и которым ты себя считал и считал что это нормально так жить и так далее понимаете вот это как бы вы успех только один он он не направлен куда-то туда в точку b он направлен в усиление вашей осознанности чувствительности к самому себе и к тому что происходит здесь и сейчас в настоящем моменте понимаете то есть это ваша пробужденность в настоящий момент это не ваше достижение чего-то в будущем каких-то проекций образов которые вам навязывает социум или которые вы сами для себя придумали это такое укоренение во все большую свободу здесь и сейчас в реализацию своего подлинного намерения и интереса своих искренних побуждений здесь и сейчас вот это происходит вот и когда вы настолько исцеляетесь настолько становитесь чувствительны и настолько ясно понимаете вот эти все компромиссы все эти внутренние конфликты что просто перестаете туда идти распознаете сразу и отсекаете как не вариант вообще это приводит его к состоянию освобождения то есть освобождение не где-то там когда вы что-то там достигнете нет она всегда здесь и сейчас всегда здесь сейчас настроенность с самим собой реализация себя подлинного здесь и сейчас то есть вы можете теперь жить только в реализации себя подлинного никакие компромиссы никакие какие-то не знаю там притворство никакие там ну типа потерплю они вообще не работают больше чего терпеть то чего терпеть ради чего то есть я типа сейчас себя не буду подлинного проживать объясняя себе какой-то морковкой потом это какой в этом смысл если я в принципе сейчас могу быть свободным счастливым радостным реализовать то что мне от природы и предназначено реализовывать зачем мне к этому готовится потом понимаете а вот эти все надо должен обязан они всегда объясняются чем-то потом деньгами в основном вот по моим наблюдениям большая часть людей продается за бабки за бабки за секс может как бы есть вот эти вот скажем так традиционные триггеры условно их назовем триггеры да это деньги секс власть контроль положение в обществе и так далее то есть ради вот этих вещей человек считает что себя нормально придавать здесь сейчас ради того чтобы стать богатым иметь власть иметь там какие-то чувственные наслаждения потом да он как бы соглашается на компромисс собой живет не по совести иначе говоря то есть становится бессовестным 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 нечестным это деградация это духовная деградация ведет она всегда только в ад исключительно в ад то есть страдания в дикий конфликт то есть этот конфликт вот эта внутренняя нецелостность она усиливается чем больше ты нецелостно действуешь чем тем сильнее как бы это нецелостность усиливается и потом ты ее не можешь то есть ты и какое-то время типа сам можешь отворачиваться от нее делать ее в нереальности ты сам себя дурить до какого-то момента там копится 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 и в какой-то момент это невозможно переносить уже и ты видишь на эти вроде у тебя и власти есть и контроля деньги и секс но счастья нету в диком внутреннем конфликте с собой ты пуст внутри пустота несчастье страдания ты все время пытаешься компенсировать эту внутреннюю пустоту какими-то внешними вещами вовне невозможно это как дыра вот как черная дыра сколько туда не бросай чего внешнего ничего не удовлетворит душу удовлетворяет только одно когда она реализует себя здесь и сейчас честно вот делаю как чувствую здесь сейчас целостно честно интересно как я вот в моменте хочу без всяких надо долго должен обязан когда идет возвращение в это состояние полностью она оценивается заново какой так это самая важная вещь с этого момента человек начинает жить целостную свободную и как следствие как бы уже счастливую жизнь уж он не набирает это вот туши за собой как камни надо тащить понимаете но все очень просто потом вы приходите там приходите к тому что она вот на востоке называют дзен что такое дзен это простота то есть у тебя всегда в каждом моменте есть только один вариант выбора такой какой тебе откликается здесь сейчас как твой искренне ну вот интересный искренне творческий какой-то вариант то есть нет больше нет вариантов каждый момент нет двух вариантов всегда только один вариант по душе тогда это за становится жизнью по душе и потом уже как бы туда возвращается блаженство бытия чувство не скованности раскованности отсутствие должен кому-то и никому ничего не должен здесь нечего практиковать понимаешь вот ты пишешь будем учиться что практиковать тебе надо это понять потом наблюдать за собой как ты сама себя вот как бы дуришь идешь на этот компромисс и перестать идти туда то есть когда ты распознала что начинается надо должен обязан посмотреть как это отпустить за что ты там держишься обычно это какая-то выгода потом до замечать это осознанность но осознанность проистекает как обратная сторона понимания с осознанности понимание а понимание простое все компромисс как бы не приемлем больше я знаю к чему это ведет это ошибка которая ведет к следующим ошибкам эти ошибки еще другим ошибкам и все это начнет накручиваться до очень сильного страдания закончится сильным страданиями все равно это придется все отпустить все равно придется рано или поздно потому что невозможно вы все так входите в эту деградацию доводите до полной жопы когда уже полная жопа вы уже просто задыхайтесь там полностью и уже как крик души там происходит и вы это отпускаете я просто объясняю как вы туда заходите если вы это поймете как мы все туда попадаем то вот эта целостность да вот это понимание как происходит вхождение в эти компромиссы в эти надо должен обязан если вы их распознаете на первых этапах вы их можете на первых этапах и перестать поддерживать и они просто отваливаются сразу то есть не вариант уже для тех кто только присоединился может завершаем записи сможете посмотреть ну ладно тогда будем заканчивать на этом вопросов нету больше спасибо что вы пришли ну да оно должно я сию знаете как и семечки забрасываю ну должно прорасти вас это прорастает через рассмотрение чем вы занимаетесь в своей жизни смотрите чем вы занимаетесь как вы сами на себя где-то привычно наступать и даже не замечаете иногда этого потом уже обычно многие замечают что на что-то я подписалась или подписался на такое что у меня не прет абсолютно все ставьте лайки подписывайтесь на youtube канал если вы смотрите запись на ю тубе